Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается башня Рубика. Если так посмотреть, то похоже на кубик 2х2, но здесь вместо двух слоев 4. Наиболее популярна модель от Рубикс, но есть и от других производителей. По строению мы будем различать крайние слои и средние. Каждый состоит из четырех углов. На крайних по три наклейки, на средних по две. Для того, чтобы уверенно собрать башню Рубика, достаточно уметь собирать простой кубик Рубика 2х2 и кубоид 2х2х3. Знаний из этих двух головоломок будет достаточно для сборки кубоида 2х2х4. Для начала мы соберем два средних слоя, как кубик 2х2, после чего соберем крайние слои, как на кубоиде 2х2х3. Для тех, кто не умеет собирать 2х2 и 2х2х3, я базовую информацию по сборке расскажу в этом видео. Если вы владеете более продвинутыми методами для 2х2 и 2х2х3, то здесь их также можно использовать и сборка будет быстрее. На модели от Рубикс немного нестандартная расцветка. Напротив белого цвета синий вместо желтого, красный и оранжевый располагаются правильно, а напротив зеленого располагается желтый вместо синего на стандартной расцветке. На других кубоидах цвета могут располагаться иначе. Желательно обратить внимание на расцветку вашей головоломки до того, как вы ее перемешаете. Так собирать будет легче. Кубоид 2х2х4 при перемешивании может менять свою форму. Это может пугать неподготовленного сборщика, но на самом деле головоломка простая. Есть много различных способов для сборки 2х2х4. Я покажу, на мой взгляд, наиболее оптимальный. Начинать сборку мы будем с горизонтального положения кубоида и собирать будем вот этот средний кубик 2х2. Для удобства я расположу желтую грань сверху, как на кубике 2х2. Тогда снизу получается грань зеленая. Именно зеленого слоя мы будем начинать сборку. Также можно делать наоборот. Начать с желтого, тогда сверху будет зеленый. Либо с оранжевого, тогда сверху будет красный. Или с красного, тогда сверху будет оранжевый. Но для простоты мы начнем с зеленого и тогда сверху будет желтый. Прежде чем перемешать 2х2х4 с изменением формы, желательно переставить элементы крайних слоев. Для этого мы вертикальные грани вращаем пока на 180 градусов и поворачиваем крайние слои. можем перехватывать. Если нам кажется, что перемешали достаточно, можно уже вращать как 2х2. В таком положении вот эти элементы уже не вращаются. Но если нам удастся рядом с ними поставить еще 2х2, чтобы образовался квадрат, то вращение становится возможным. С другой стороны вращается только вся конструкция. Отдельно вот этот элемент не повернуть. Вот примерно такое перемешанное состояние. Переходим к первому этапу сборки, а именно собираем как кубик 2х2. На кубике 2х2 напротив желтого цвета белый и именно с него мы начнем сборку. Перемешаем 2х2. И для начала нам нужно собрать белый слой. Мы видим здесь два белых угла. А кубик 2х2 в принципе стоит из 8 углов. То есть все элементы наружные это углы. Видим, что вот эти два цвета не совпадают. Они должны совпадать. Если вы умеете собирать 2х2, то можете собрать первый слой абсолютно любым способом. Это вполне можно сделать интуитивно. К примеру, поставить два угла рядом. Белый, синий. Потом перехватить. Рядом с белокрасным поставить еще один белокрасный. Уже четвертый угол каким-нибудь пиф-пафами загнать на место. И так вот белый слой собран. Сторона белая. И тут все цвета совпадают. Если вы собирать 2х2 не умеете, то сейчас я покажу общий принцип сборки первого слоя. Доходим любой уголок с белым цветом. Вот этот бело-зелено-оранжевый. Справа от него, если разместим его слева, должен находиться такой же бело-оранжевый угол. Находим его где-нибудь, например, здесь. Если он на верхнем слое, просто переставляем его сюда. После чего делаем комбинацию под названием пиф-паф. Выглядит она следующим образом. Поворачиваем правую грань по часовой стрелке или от себя. Верхнюю грань по часовой стрелке. Опускаем правую грань обратно. И верхнюю тоже обратно возвращаем. В итоге уголок становится на место. Если не стало с первого раза, то комбинацию нужно повторить. К примеру, если уголок в таком положении. У нас бело-оранжевый. И этот тоже бело-оранжевый. Начинаем делать пиф-пафы. Правая грань от себя, вверх по часовой. Правая грань на себя, вверх против часовой. Видим, что уголок встал неправильно. Эти цвета не совпадают. Делаем еще один пиф-паф. Правая грань от себя, вверх по часовой. Правая на себя, вверх против часовой. Видим, что бело-оранжевый поднялся наверх. Придется сделать еще один пиф-паф. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, возвращаем. И так элементы стоят уже правильно. Может потребуется до 5 пиф-пафов сделать на этом этапе. Для того, чтобы поставить один уголок. Также, если вы владеете обратным пиф-пафом, то можно применять, конечно, и его. В случае, если вы выбрали первый угол. А на верхней грани нет бело-оранжевого уголка. То нужно поискать его на нижней грани. То есть, либо рядом с этим, вот здесь, нет его. Либо слева, тоже его нет. Значит, он где-то здесь. Мы располагаем белый цвет снизу. И поворачиваем правую грань так, чтобы уголок поднялся на верхний слой. Если он был справа-сзади, то поворот такой. Если он был справа-спереди, то поворот такой, просто чтобы поднять наверх. Если он где-то был слева-сзади, то поворот какой-нибудь такой. И тогда мы можем с верхнего слоя подвести в правое верхнее положение и сделать нужное количество пиф-пафов. В данном случае, если белый цвет смотрит направо, достаточно одного пиф-пафа. Если белый цвет направлен вверх, то потребуется три. Если белый цвет спереди, то тогда пять пиф-пафов, либо один обратный. Здесь один. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, возвращаем. В итоге два элемента уже на месте. Переходим дальше. Здесь бело-синие цвета. Здесь должен быть бело-синий уголок. Поступаем тем же самым способом. Ищем сначала белый-синий наверху. Он нашелся здесь. Ставим его в правое верхнее положение. Делаем определенное количество пиф-пафов. Белый цвет направлен вверх. Значит достаточно трех. Один пиф-паф. Второй. Третий. И все стоит хорошо. Если бело-синего уголка на верхнем слое не оказалось, достаточно просто повернуть правую грани до тех пор, пока бело-синий наверху не появится. Вот здесь. На левой грани его быть уже не может, так как здесь два уголка уже стоят. Появился бело-синий. Подводим его на правое переднее место на верхней грани. И делаем нужное количество пиф-пафов. Белый цвет смотрит направо. Значит делаем один пиф-паф. Три угла на местах. После этого опять перехватываем кубик. И здесь должен быть бело-красный угол. Он остался последний. Он по-любому либо на верхней грани, либо стоит на своем месте, но перевернутый. Либо у вас уже первый слой собран. В данном случае белый цвет направлен вверх. Мы располагаем уголок опять справа сверху спереди. И делаем нужное количество пиф-пафов. Белый верх значит три. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Все хорошо. В случае если уголок стоит на своем месте, но развернутый неправильно. Мы просто делаем пиф-паф. Один. И он поднимается наверх. Далее решаем предыдущую ситуацию. Белый цвет направлен вправо. Значит достаточно одного пиф-пафа. Собирать первый слой можно любым способом. Больше примеров сборки можно найти по ссылке в описании в обучающем видео по кубику 2х2. Сделаем то же самое на кубоиде 2х2х4. Здесь мы будем начинать не с белого цвета, а с зеленого. Допустим, вот это зеленый уголок, с которого мы будем начинать. Хотя я бы лучше выбрал другой. Такой, чтобы с правой стороны не было дополнительного элемента. То есть слева наклейка, а справа тут лишний элемент. Давайте выберем другой. Вот эти крайние элементы нам нужен средний. Ну, к примеру, вот этот. Вот зеленый цвет на среднем слое. Он зелено-оранжевый. Слева у нас дополнительный элемент, на него пока внимания не обращаем. Зелено-оранжевый. Значит, справа от него тоже должен стоять зелено-оранжевый элемент. Ищем его на верхнем слое. Зеленую наклейку обращаем вниз. Поворачиваем. Вот у нас зелено-оранжевый элемент. Можем либо его поставить в одно движение. Вот так. И все будет хорошо. Либо делать нужное количество пиф-пафов. В данном случае это пять. Либо один обратный. Ну, я сделаю обратный пиф-паф, где движения все наоборот. Поворачиваем сначала верхнюю грань. Поднимаем правую. Возвращаем. Возвращаем. Ну, либо в одно движение, так как элементов других собранных нет. Два элемента стоят на местах. Ищем следующий. Этот зелено-оранжевый. Напротив него должен быть зелено-красный. Так как оранжевые и красные цвета располагаются напротив. И у этого элемента должен быть еще дополнительный вот такой кубик. Ищем на верхнем слое зелено-красный. Не находим. Тогда вращаем правую грань. Пока не найдется. Вот зелено-красный. Зеленый цвет вместо белого здесь. Поэтому определяем, сколько нужно делать пиф-пафов. Зеленый цвет справа. Значит достаточно одного пиф-пафа. Проверяем, что получилось. Мы видим, что элемент хоть и зелено-красный, но встал он неправильно. То есть зеленые цвета совпадают. Но здесь должен быть дополнительный кубик. А здесь красная наклейка. Значит зелено-красный элемент у нас не тот. Нужен другой. Ищем другой. А он как раз сверху и находится. Но у него зеленая наклейка направлена вверх. Поэтому нужно сделать три пиф-пафа. Либо можем отвести вот так вот назад и интуитивно поставить на место. Поскольку у нас четвертый элемент пока сзади не стоит. Если интуитивно мы не желаем собирать. Возвращаем. Зеленый цвет направлен наверх. И делаем три пиф-пафа. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Возвращаем. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. Ну и третий пиф-паф. В итоге получаем, что у нас уже три элемента зеленых на месте. Проверяем. Здесь оранжевые цвета совпадают. Здесь цвета совпадать не должны. Главное, что здесь есть дополнительные кубики. Значит вот эти три элемента стоят хорошо. Перехватываем. Ну и оставшийся зеленый элемент. Это не тот. Это внешний слой. Нас интересует вот этот. Располагаем его над своим местом. То есть вот место. Сам элемент. Опять зеленая наклейка направлена вверх. На это пока внимания не обращаем. Делаем также три пиф-пафа. Здесь уже интуитивно не получится. Так как здесь элемент стоит на месте. И он разрушится, если делать это в два движения. Поэтому делаем три пиф-пафа. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. Поворачиваем. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. 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 Еще один пиф-паф. В итоге получаем, что четыре зеленых элемента, а именно первый слой кубика 2х2 из средних слоев собран. Вот это у нас равносильные ситуации. Здесь белый цвет. Здесь зеленый. Если мы на кубике 2х2 начинали с белого цвета, то противоположная грань должна быть желтая. И на следующем этапе нам нужно ориентировать оставшиеся углы. То есть все желтые цвета должны быть направлены вверх. Если белый цвет снизу. Это можно сделать опять же разными способами. Либо каждый уголок разворачивать по отдельности, либо применять формулы OLL из метода Джессики Фридрих. Если вы владеете OLL, спокойно используйте. Я же покажу как это делается поэлементно, то есть методом для начинающих. Допустим, у нас два элемента правильно ориентированы и нужно развернуть еще два. Для этого располагаем желтую грань слева или белую справа. Может быть такой случай, что на этой грани нет ни одного желтого цвета. Тогда проще ориентироваться по белой. Белая грань справа. И смотрим на элемент, который находится сверху сзади. Вот на этот. Если здесь желтый цвет направлен вверх, то нужно сделать 4 пиф-пафа. Те же самые, что и на предыдущем этапе. Правая, верхняя, правая обратно, верхняя обратно. Это один пиф-паф, второй пиф-паф, третий пиф-паф. Четвертый пиф-паф. Проверяем. Желтый цвет встал на нужной стороне. Далее важно кубик не перехватывать, а вращать только левую грань. Вращаем. Проверяем этот элемент. Здесь желтый цвет направлен верно. Значит, подворачиваем следующий. Кубик сам не перехватываем ни в коем случае. Здесь желтый цвет направлен назад. Значит, достаточно двух пиф-пафов. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Проверяем. Все желтые цвета на одной грани. А значит, этап выполнен. Разворачивать можно два уголка, три или четыре. Если вам требуется на кубике 2х2 развернуть только один угол, это явно сделано механически, при условии, что первый слой собран. Если у вас такая ситуация, то нужно проверить сборку первого слоя. Если там все в порядке, то просто разворачиваем руками. Но так нужно делать только если один угол неправильно ориентирован. В других случаях все решается поворотами. Если у вас при развороте этих уголков разрушилась правая часть кубика, то вы, вероятно, кубик перехватили вместо того, чтобы повернуть левую грань. Будьте внимательны. Возможно, вот такие ситуации. Собран белый слой, а на противоположной грани нет ни одного желтого цвета. Они все где-то по бокам. В этом случае мы поступаем точно так же. Грань, где должен быть желтый цвет, располагаем слева. Белая грань справа. И смотрим сюда, в верхний левый задний угол. Желтый цвет направлен вверх. Делаем 4 пиф-пафа. Я буду делать уже побыстрее. Развернулся. Подворачиваем следующий. Здесь желтый цвет направлен назад. Значит, делаем два пиф-пафа. Развернулся. Подворачиваем следующий. Желтый направлен наверх. Делаем 4. 1, 2, 3, 4. Подворачиваем следующий. Здесь желтый сзади. Делаем еще два. Желтые цвета все на одной грани. Этап выполнен. На кубуйте 2 на 2 на 4. Мы поступаем точно так же. Первый слой с зеленым цветом собран. Здесь все цвета совпадают. Главное, что два оранжевых и два красных. Смотрим на противоположную грань. Здесь вот желтая наклейка одна есть. Располагаем грань, где должен быть желтый цвет слева. И начинаем делать пиф-пафы. Смотрим на левый задний верхний уголок. Он правильный. Значит, подворачиваем. Вот у этого элемента желтый цвет сзади. Эти внешние элементы пока нам не интересны. Делаем два пиф-пафа. Вот у нас кубик 2 на 2, который мы вращаем. Поворачиваем верхнюю, правую обратно, вверх обратно. Один пиф-паф, второй пиф-паф. Проверяем. Желтым цветом элемент развернулся. Далее, следующий. Здесь опять желтый сзади. Делаем еще два. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Три развернутых. Кубоид не перехватываем, вращаем левую грань. Опять желтый сзади. Делаем еще два. Один. Второй. Проверяем. Желтая грань. Собрана. Правда, элементы, возможно, придется переставить. Можем вот так вот повернуть. После этого, возможно, три ситуации. В первом случае, как сейчас, достаточно просто развернуть. У нас внутренние слои уже готовы. А также может потребоваться перестановка элементов вот так или вот так. Покажу это на кубике 2х2. Если кубик 2х2 собран, то делать уже ничего не нужно. Рассмотрим ситуации, когда требуется перестановка углов верхнего слоя. Если мы осмотрим верхние углы и увидим, что у двух углов цвета совпадают, это значит, хорошо, можем поставить их к своей грани и нам потребуется просто переставить два вот этих элемента. Переставить эти два угла можно по-разному. Если вы владеете сборкой кубика 2х2 любым способом, то можете использовать любой алгоритм. Если умеете собирать только 3х3 по моему методу, то можно выполнить алгоритм с предпоследнего этапа из кубика 3х3. Для этого собранную грань ставим перед собой и выполняем алгоритм. Правая грань на себя, верхняя два раза. Правая от себя, верхняя два раза. Правая грань на себя, передняя по часовой. Делаем пиф-паф. Правая грань на себя, передняя против часовой. Правая грань два раза. И верхняя против часовой. После чего кубик 2х2 собран. Также удобно использовать алгоритм под названием TPERM. Для этого собранную грань располагаем слева и делаем следующие движения. Пиф-паф. Правая грань на себя, передняя по часовой. Правая два раза. Верхняя против часовой. Правая на себя. Верхняя против часовой. Правая от себя. Верхняя по часовой. Правая на себя. Передняя против часовой. Кубик также собирается Если вы не умеете собирать ни 2х2, ни 3х3 То можно использовать алгоритм, который нам потребуется для сборки этапа 2х2х3 А именно кубоидный Т-перм Берем так же, как для обычного Т-перма Собранная грань слева Делаем следующее движение Правая грань два раза Вверх по часовой Правая грань два раза Вверх против часовой Правая грань два раза Двойные движения, не важно в какую сторону делать После чего мы поворачиваем Верхнюю грань против часовой И нижнюю в ту же сторону Продолжаем Правая грань два раза Вверх против часовой Правая грань два раза Вверх по часовой Правая грань два раза Ну и остается довернуть Либо верхнюю, либо нижнюю грань Также соберется Этот алгоритм обязательно к изучению Он нам потребуется и дальше В случае, если у вас все углы стоят неправильно То есть нет ни одной пары с одинаковыми цветами на верхнем слое Эта ситуация называется копье Можно выполнить либо специальный алгоритм из метода Джессики Фридрих Выглядит он вот так Передняя грань по часовой Правая от себя Верхняя против часовой Правая на себя Верхняя против часовой Правая от себя Верхняя по часовой Правая на себя Передняя против часовой После этого делаем пиф-паф Правая на себя Передняя по часовой Правая от себя Передняя против часовой И может потребоваться доворот Либо делаем один из предыдущих алгоритмов дважды Покажу на примере кубоидного теперма Видим, что ситуация неприятная Требуется два применения То есть нет ни одной собранной грани Зеленый-синий, красный-оранжевый, синий-зеленый, оранжевый-красный То есть ни одного собранного блока Значит делаем теперму Правая грань дважды, вверх по часовой Правая грань дважды, вверх против часовой Правая грань дважды, верхняя против часовой Нижняя в ту же сторону Правая грань дважды, верхняя против часовой Правая грань дважды, верхняя по часовой Правая грань дважды осматриваем получаем что здесь уже есть собранный блок то есть два угла по цветам совпадают для удобства можем расположить на своей грани и теперь вот этот блок располагаем слева когда блока нет не важно как держать главное чтобы желтая грань была сверху и повторяем алгоритм он очень простой двойное движение правой стороны верхняя по часовой двойное движение правой верхней обратно двойное движение правой вращаем верхнюю нижнюю и делаем похожие движения но в обратном направлении правая грань вверх против часовой правая грань вверх по часовой еще раз правая грань может потребоваться до ворот и кубик 2 на 2 собран посмотрим на наш кубоид зеленый слой который вместо белого собран здесь на желтые элементы правильно ориентированы теперь нужно понять требуется нам перестановка двух элементов вот так то есть теперь нам либо по диагонали где нужно теперь применять дважды либо используется алгоритм для копья мы видим что оранжевый и красный по цветам не совпадают это плохо вот это с дополнительным элементом это без него тоже не совпадает и это плохо здесь пока непонятно здесь красный и дополнительный элемент не совпадает остается вопрос в этом внешний элемент пока не важны нужно понять является ли вот эти два элемента правильными то есть стоят они так как надо относительно друг друга как это понять мы знаем что напротив оранжевого цвета красный если в данном случае дополнительные элементы есть и противоположные цвета оранжевый и красный значит вот эта парочка стоит правильно значит это блок у нас как раз так и есть располагаем блок слева получается вот такая вот фигурка и делаем один из предложенных ранее алгоритм для простоты я сделаю кубоидный т1 правая грань дважды вверх по часовой правая грань дважды вверх против часовой правая грань дважды вверх против часовой правая грань дважды вверх по часовой правая грань дважды вверх по часовой правая грань дважды ну и доворот все у нас средний два слоя собраны этот кубик 2 на 2 также возможно вот такая ситуация что у нас здесь вроде все красиво все по цветам совпадает но это внешние элементы на них пока внимание можно не обращать смотрим слева оранжевый справа оранжевый значит вот эти два угла не создают блок и стоят они неправильно на них ориентироваться нельзя но в этом случае мы видим у нас есть блок из двух красных уголков а значит можем расположить этот блок слева на своей грани сделать тот же самый алгоритм правая грань дважды вверх по часовой правая грань дважды вверх против часовой правая грань дважды вверх против часовой низ в ту же сторону правая дважды вверх против часовой правая грань дважды вверх по часовой Правая грань дважды Ну и доворот в нужную сторону Ситуация, которая кажется красивым Форма кубоида собрана Почти как на готовом этапе Но мы видим, что оранжевый с красным не совпадает Что с этой стороны, что с этой стороны Также если мы посмотрим на боковую грань То здесь оранжевый и здесь оранжевый То есть это плохо, должен быть оранжевый и красный Ну и очевидно, что здесь то же самое Здесь красный и здесь красный Элементы одинаковые Получаем, что блока нет нигде А значит T1 придется делать дважды Ну либо применять алгоритм для копья Который я показывал ранее Я сделаю T1 два раза Из любого положения изначально Правая грань дважды На крайние слои пока внимания не обращаем В данном положении правая грань Это именно внутреннего кубика Два раза правую Вверх по часовой Два раза правую Вверх против часовой Два раза правую Вверх против часовой Вниз в ту же сторону Два раза правую Вверх против часовой Два раза правую Вверх по часовой Два раза правую Ищем блок Находим его здесь На всякий случай к своей грани Располагаем блок слева И делаем алгоритм еще раз Два раза правую По часовой Два раза правую Обратно Два раза правую Вверх против часовой Вниз в ту же сторону Два раза правую Вверх против часовой Два раза правую Вверх по часовой Два раза правую И можно сделать Доворот Средние два слоя Собраны Этап 2х2 Завершен Далее нам остается Расположить Элементы крайних слоев На своих гранях И переставить их При необходимости Это мы делаем На этапе 2х2х3 Здесь получается Что средний слой Это как раз Есть кубик 2х2 Который мы уже собрали Теперь кубовит Мы будем держать Вверх Если вы умеете Собирать 2х2х3 То дальше башня Рубика собирается Именно так Как этот кубовит В описании можно будет найти Обучающее видео В котором помимо базового метода Есть некоторые продвинутые техники Здесь же я расскажу Только начальную информацию Если вы захотите Собирать кубовит 2х2х4 Быстрее То можете обознакомиться С этим материалом Для начала Мы должны Расположить Элементы Белого цвета На своей грани На 2х2х3 У нас на крайних слоях Белый и желтый наклейки На 2х2х4 Белый и синий Для удобства Будем начинать С белых Как определить Где белая грань Для этого берем Любой белый уголок И пытаемся Найти его место На этой грани Здесь цвета Не совпадают Вращаем Тоже не совпадают Вращаем дальше Цвета Совпадают Если хотя бы У одного уголка Цвета Боковых сторон Совпали Со средним слоем То значит Он стоит На своей грани И здесь Должна быть Грань Белая Можем То же самое Проделать С другим уголком Вот этот Бело Красно Синий Вращаем Вращаем И вот Его место Если мы Попытаемся Сделать То же самое На противоположной Грани То видим Здесь Синий цвет Совпал Оранжевый Красный Не совпали Да Если мы будем Вращать дальше То Места Его так И не найдется Возьмем Другой Здесь Зеленый Оранжевый Не совпадает Здесь Зеленый Совпадает А два Других Нет Ситуация Когда Одна сторона Совпадает А другая Нет Сразу Говорит о том Что На этой грани Не место Для этого угла Значит Возвращаемся К противоположной Здесь Должны быть Элементы Белой грани Значит Сюда Нужно Поставить Четыре Белых Угла Здесь Возможны Некоторые Основные Ситуации Самая Базовая Когда У нас Вот такая Палочка Из двух Белых И снизу Точно Такая Же Нужно Расположить Эти два Блока Друг под Другом И сделать Следующее Движение Поднимаем Нижний блок Движением Правой Грани Ставим На место Верхнего Вращаем Верхнюю Грань На 180 Градусов И Возвращаем Правую Грань На место Средний Слой Не Изменился Зато Все Белые Углы Теперь На своей Грани Точно Так же Как И Желтые Углы Это Основная Ситуация Поэтому Рекомендую Закрепить Два Белых Располагаем Справа И Здесь Два Белых Тоже Располагаем Справа Поднимаем Выбивая Верхнюю Разворачиваем И Возвращаем Правую Грань На место Углы На Своей Грани Другая Классическая Ситуация Когда Здесь Три Элемента Мы Должны Расположить Их Вот так Чтобы Справа Была Палочка Как В Предыдущем Случае Но Слева Уголок Должен Быть К примеру Снизу В этом Случае Мы Должны Нижний Уголок Он Будет Здесь Единственный Расположить Справа Сзади Для Чего Мы Делаем Те же Самые Движения Что И Отменяем Первое Движение Опять Четыре Белых Угла И Четыре Желтых На Своих Гранях Важно Подметить Если мы Располагаем Один Блок Справа То Вот этот Элемент Должен Находиться Не сверху А снизу Для Того Алгоритма Который Я показываю Если мы Расположим Справа Сзади Поднимаем То Здесь Блок Не Образуется А значит Грань Не Соберется Должны В этом Случае Движение Отменить Либо Уголок Переставить Сюда Либо Здесь Развернуть В нужное Положение То есть Блок Справа А уголок Слева Спереди В этом Случае Из этого Положения Поднимаем Поворачиваем Возвращаем Случай Если ситуация Противоположная И На нужной Грани У нас Один элемент На противоположной Три Белых То мы Сначала Должны Привести К предыдущей Ситуации И потом Ее решить Для этого Мы располагаем Одиночный элемент С правой стороны Не важно Спереди Или сзади А здесь же Располагаем Блок Справа Расположение Вот этого элемента Пока не важно И поступаем Как и в первом случае Поднимаем Блок Разворачиваем Возвращаем Первое движение Приходим Ко второй Ситуации Ситуации Три Один Ставим В нужное положение Тут В нужное положение Здесь Поднимаем Отводим В сторону Возвращаем Я показываю Как это решается Интуитивно Но можно это делать Используя Более эффективные Алгоритмы Это также Можно по ссылке В описании Смотреть В обучающем видео По кубоиду 2 на 2 на 3 В случае Когда сверху Два одиночных элемента По диагонали А снизу Блок Мы располагаем Блок Справа Предполагаем Что у нас Здесь только Один одиночный элемент И делаем Те же самые движения Поднимаем Поворачиваем Так Чтобы блок Остался Слева Возвращаем Получаем Вторую Ситуацию Где Три сверху Один снизу Ставим В нужное положение И решаем Если ситуация Обратная Сверху блок А снизу Отдельные элементы Мы поступаем Похожим образом Располагаем Блок Справа Как элементы Стоят снизу Не важно Поднимаем Отдельный элемент Отводим Его влево И возвращаем Первое движение Также получаем Здесь три Здесь один Это знакомая Ситуация Ставим В нужное положение И решаем Если у нас Нет блока Ни сверху Ни снизу Мы должны Сделать так Чтобы он появился Для этого Располагаем Один элемент Слева Спереди Другой Справа Сзади Поднимаем Получаем блок Отводим Его в сторону Возвращаем И опять Знакомая Ситуация Ставим В нужное положение И дорешиваем Это не единственный способ Решения Я сейчас показываю Только алгоритмы Которые Не надо запоминать А можно Понять То есть мы приводим К знакомым Ситуациям И их решаем Ну и рассмотрим Пару случаев На кубоке 2 на 2 на 4 Внутренний кубик 2 на 2 Будет нашим Средним слоем Значит нужно Узнать Где должна Располагаться Белая грань Смотрим Вот на этот Белый уголок Оранжевый цвет Совпадает А желтый Зеленым Нет Значит очевидно Что эта грань Не белая Кубок Переворачиваем Здесь берем Другой Белый Оранжевый Зеленый У него есть цвета Поворачиваем И находим Его место А значит Белая грань Будет здесь И нужно Все белые углы Поставить На эту грань Видим Базовую ситуацию Блок И блок Располагаем Оба блока Справа Поворачиваем Правую грань Отводим Блок Налево И возвращаем Правую грань На место Все белые углы И синие Тоже На своих Гранях Ну и какой-нибудь Более интересный Случай Видим Видим Что Вот это Бело Желто Оранжевый Стоит На своем Месте Наша Белая Грань Должна Быть Здесь Здесь блок Здесь два Отдельных Располагаем Блок Справа И Любой Из этих Элементов Отправляем Наверх Поднимаем Отводим В сторону Возвращаем Получаем Ситуацию 3.1 Ставим Так А этот Справа Сзади Поднимаем Образуется Блок Отводим В сторону И все Элементы На своих Гранях Здесь Белые Здесь Синие В конце Нам остается Использовать Уже знакомый Алгоритм Для Перестановки Элементов По своим Местам А именно Кубоидный Теперму В данном Случай Мы видим Не очень Приятную Ситуацию На белой Грани Нет Не одного Блока Можем Начать С желтой Здесь Блок Есть Поэтому Располагаем Его слева И делаем Кубоидный Теперму Правая Грань Дважды Верх По часовой Правая Дважды Верх Против Часовой Правая Дважды Верх Вниз В ту же Сторону Правая Грань Дважды Верх Против Часовой Правая Дважды Верх По часовой Правая Дважды Видим Что у нас Верхний слой Собрался Желтая Грань Переворачиваем Здесь Блоков Нет Поэтому Делаем Сначала Из любого Положения Правая Верх По часовой Правая Верх Против Часовой Правая Верх Низ Правая Верх Против Часовой Правая Верх По часовой Правая Низ Можно Довернуть Для красоты У нас У нас появился Блок Располагаем Его слева Замещаясь Своей Гранью Делаем Теперь Еще раз Правая По часовой Правая Против Часовой Правая Верх Низ Правая Против Часовой Правая По часовой Правая Ну и низ Доворачиваем 2 на 2 На 3 Собран Соберем И 2 на 2 На 4 Смотрим Здесь На белой Грани Блок Есть Располагаем Его Слева Со своей Гранью И выполняем Деперму Правая Грань По часовой Правая Против Часовой Правая Верх Низ На кубике 2 на 2 Мы поворачивали Прямо Половину Кубика Держи Конкретно Верхний И нижний Слои Продолжаем Правая Верх Против Часовой Правая Верх По часовой Еще раз Правая Верхний Слой Собран Переходим К нижнему Здесь Также Видим Блок Поворачиваем Налево Значит Алгоритм Нужно Провернуть Еще Один Раз Максимально Потребуется 4 Применения Если уж Совсем Не повезет Для таких Случаев Удобно Использовать Продвинутые Методы С кубой 2 на 2 На 3 Которые Можно найти По ссылке В описании Здесь же Располагаем Блок Слева У своей Грани Делаем Еще раз Тепермо Правая Правая Вверх По Часовой Правая Правая, вверх против часовой. Еще раз правая. Вверх, вниз. Правая, вверх против часовой. Правая, вверх по часовой. Еще раз правая. Вверх собран, вниз доворачиваем. Башня Рубика полностью собрана. Покажу еще пару моментов для среднего слоя. В случае, если вы как-то ошиблись или неправильно выбрали положение граней. Ситуация вот такая. С этой стороны кажется, что все собрано. Верхняя грань и нижняя тоже все в порядке. Но вот половина среднего слоя, а именно половина кубика 2х2, у вас каким-то образом развернулась. Возможно, при ориентации элементов вы ошиблись. Это можно исправить вполне легко. Легко располагаем неправильный блок справа. Делаем следующее движение. Правая грань дважды, верхняя дважды. Правая дважды, верхняя дважды. Правая дважды, верхняя дважды. Поворачиваем правую грань на 180 и верхнюю на 180 трижды. Правая верхняя, правая верхняя, правая верхняя. И все решается Ну и вот такая ситуация С этой стороны все хорошо Верхняя грань собрана, нижняя тоже Но здесь почему-то цвета не совпали Можно применить предыдущий алгоритм дважды То есть сначала для этой стороны Потом развернуть и для этой стороны Либо можно сделать попроще Для этого мы берем в таком положении Где неправильные стороны слева и справа Поворачиваем правую грань дважды Потом средний слой Вращаем на 180 градусов И правую грань опять дважды И все решается Предыдущая ситуация может возникать Если вы используете продвинутые методы Для перестановки элементов крайних слоев Некоторые алгоритмы разворачивают половину среднего слоя А ситуация когда нужно развернуть с двух сторон Это только в том случае Если вы неправильно выбрали положение белых и синих уголков Просто перепутали Но все эти ситуации легко решаются Покажу пример сборки для закрепления Получаем вот такого вот ежа И начинаем собирать сначала как кубик 2х2 Также на зеленого цвета Выберу зеленый уголок У которого справа есть наклейка Вот зелено-красный Рядом с ним нужно поставить тоже зелено-красный Это зелено-оранжевый Наверху больше нет Ищем снизу А тут два зелено-оранжевых Значит он видимо сзади Вот он Подводим его поближе Ну и здесь в одно движение можно поставить Вот они два зелено-красных Следующий должен быть зеленый с блоком Вот таким дополнительным И он должен быть зелено-оранжевый Здесь какой-то стоит Но он явно не тот Потому что стоит неправильно Значит нужно искать другой Зеленый Вот зеленый Зеленый цвет перед нами Можно также вот так опустить Либо сделать 5 пиф-пафов Либо один обратный Ищем оставшийся зеленый элемент Наверху его опять нет Но он есть внизу Чтобы поднять его снизу Делаем один пиф-паф Так Зеленый цвет справа Значит делаем еще один пиф-паф Вот у нас зеленая грань Кубика 2х2 Из средних слоев Собрана Далее нужно На противоположной грани Собрать Желтые элементы Видим что Ни одного желтого нет Располагаем Грань где должны быть желтые Слева Справа На зеленые грани Здесь желтый цвет направлен вверх Делаем 4 пиф-пафа Гораздо проще было бы Использовать формулу Фридриха Но здесь я показываю Самые простые методики Делаем 4 пиф-пафа Первый Второй Третий Четвертый Элемент Развернулся Подворачиваем следующий Опять 4 Первый Второй Третий Четвертый Развернулся Следующий Здесь желтый направлен назад Делаем 2 пиф-пафа Первый Второй Ну и четвертый Кубой-то не перехватываем Вращаем только левую грань Желтый смотрит назад Делаем еще 2 Первый Второй Желтый Все направлены в одну сторону Смотрим, что получилось Здесь оранжевые элементы Стоят хорошо Ставим их возле своей грани А вот эти два Нужно переставить То есть блок есть Используем TPRM Для перестановки Вот этих двух элементов Правая дважды Вверх Правая дважды Вверх Обратно Правая дважды Вверх Низ На этапе На этапе 2 на 2 Можно вверх Низ Делать перехватом Кубика Но специально так не делаю Чтобы зрителя Не путать Так как этот алгоритм Несколько раз Применяется на следующем этапе Продолжаем Правая дважды Вверх Против часовой Правая дважды Вверх По часовой Правая дважды Проверяем Так Не в ту сторону Вот кубик 2 на 2 Собран Дальше Смотрим Где должна быть Белая грань Вот здесь много белого Да Белая грань Должна быть Здесь Получаем ситуацию 3 1 Ставим в нужное положение Наиболее частая Кстати ситуация Поднимаем Отводим Налево блок Возвращаем Белые цвета На месте Синие На месте И у нас есть Здесь блок Ставим Налево И опять делаем Деперму Правая Вверх По часовой Правая Вверх Против часовой Правая Вверх Низ Правая Вверх Против часовой Правая Вверх По часовой И опять Правая Белая сторона Собрана Переворачиваем Здесь блок Располагаем Слева На своей грани Делаем Деперму Еще раз Правая По часовой Правая Против часовой Правая Вверх Низ Правая Вверх Против часовой Правая Вверх По часовой И снова Правая Доворачиваем Низ Башня Рубика Собрана Несложный Кубовит Особенно Если вы умеете Собирать 2х2 И 2х2х3 Вращение Головоломки Не очень стабильное Поэтому Обращаться Нужно Аккуратно При желании Конечно Можно собирать На скорость Но нужно Быть осторожным Бренд Рубикс Не предполагал Красной сборки Для этого Изделия Возможно Модели Других Производителей Будут Вращаться Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока